Подробности предстоящего торжества и не только мы выясниму у нашей гости невеста, актриса Наталья Шевель в нашей студии. Наталья, доброе утро, добрый день. Добрый день. Ну, вы, наверное, уже в предсвадебной суете. Все ли готово к свадьбе? Как она будет проходить? Расскажите. На самом деле, все готово только с моей стороны. Это я могу сказать 100%. Для меня будет полностью сюрприз, что будет на банкете, художественная часть банкета, потому что этим занимается сугубо Иван Иванович. И поэтому сколько будет гостей, какие будут гости, я точно не могу сказать. И по программе. То есть для Петербурга это такое светское событие. Кто из актеров, может быть, будет приглашен из театральной среды, вы пока не знаете. Я могу только примерно назвать пару имен, кто будет конкретно точно, я не могу сказать пока еще. Я напомню, что Life78 будет следить за развитием событий. Мы приглашены на ваше торжество. Большое спасибо. Скажите, будут ли ваши родители? И как они приняли известие о вашем замужестве? Дело в том, что моя семья не может по многим причинам приехать в Санкт-Петербург, потому что на то есть очень много причин. Но я думаю, что мое счастье – это счастье моей семьи. Мы видели в сюжете, как вы выбирали свадебное платье. Расскажите, увенчались ли успехом поиски, определились ли вы? И каким оно будет? Конечно, было сложно выбрать платье, потому что хотелось что-то особенное, потому что свадьба, естественно, далеко не стандартная, не тривиальная. И платье хотелось выбрать совершенно не тривиальное. Были очень долгие поиски, я выбирала из каталогов очень долго. Хотелось без шлейфа, хотелось не пышное, чтобы оно было такое благородное. И, собственно, получилось. Только скажу, что оно кремового цвета. Скоро мы его увидим. Вы сами подчеркиваете, что свадьба не тривиальная. Вы решились на семейную жизнь под прицелом телекамер, да, уже сегодня. Это понятно. Вы сильная девушка, да? Это всегда у вас проявлялось? Да, с самого детства так вышло. Ну, и закон жизни такой, что сильные они выживают. И сильным лучше жить на этом свете. Ты уверен, ты чего-то достигаешь, цели становятся твоими трофеями. Мечты переходят в цели, а цели уже сбываются с достигающих. А у вас была цель завоевать сердце Ивана Красковой? Нет. Это совершенно случайно получилось, потому что даже когда написала я ему стихотворение, я не предполагала, что будет именно такой ответ и такая реакция. Я написала стихотворение ему как личности, как гению, как я его считаю, как великому учителю. А вышло вот так. И, ну, что ж. Да, неожиданный поворот. А чем Иван Иванович покорил ваше сердце? Какими личными качествами? Благородство и мудрость. Сейчас очень сложно найти таких людей. Среди молодежи это практически не встречается. Постарше поколение. Но вот нашлось именно в Иване Ивановича Красковой. А сильно отличается, да, поколение, поколение ваше, поколение, может быть, мое и поколение старше? Под одну гребенку тоже нельзя все забивать, потому что и там было, и здесь было, и будет, и было несколько эпох назад то же самое. То есть, да, отличается, естественно, мы все индивидуумы, у нас отдельные характеры у всех. И, конечно, найти такого, как Иван Иванович, это, ну, это все равно, что раскопать сокровища. Ну, общаясь довольно близко с таким человеком, выдающимся, прямо скажем. Вот вам скучно со сверстниками своими, с молодыми людьми? Так вышло, что высшее проведение меня в этой жизни направляет к тем людям, с которыми мне не скучно. То есть, как в песне Трофима, наверное, нам близко то, чем мы сами живем. Вот, и меня окружают люди, которых я очень люблю. Они начинающие актрисы, актеры. У них есть задатки, у них есть талант, нераскрытый гений. И я верю, что они тоже сильные, они пойдут дальше, они чего-то достигнут. О вашей театральной карьере поговорим буквально через минуту. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшую подборку счастливых звездных пар, которых разделяет существенная разница в возрасте. Рекорд по разнице в возрасте с супругой принадлежит американскому миллиардеру Джеймсу Говарду Маршалу. В 90 лет он женился на 27-летней модели и актрисе Анне Николь Смит. Разница составила 63 года. Актер Чарли Чаплин был старше у Нео Нил на 36 лет. Среди российских неравных браков большая разница в возрасте у режиссера Бориса Грачевского и его супруги Анны. 39 лет. Режиссер Андрей Кончаловский женился на Юлии Высоцкой, несмотря на разницу в 36 лет. 30 лет разделяют режиссера Олега Табакова и Марину Зудину, Дмитрия Диброва и Полину Наградову, и Александра Гордона и его третью жену Елену. Вы установили рекорд, скажем так, в России, да? А в этом есть какой-то вызов? Вы вот так бросали перчатку обществу? Да, я на это способна. Нет, на самом деле у меня мыслей не было таких, как бросить вызов, как-то выделиться из этой толпы, там, обывателей. Нет, ни в коем случае. Так просто вышло. Но это необъяснимо, это что-то внутреннее. Вот когда видишь человека, хочешь, чтобы он был счастлив, и берешь за него какую-то определенную ответственность, и понятно, что будут разговоры, будут шептания, конечно, себя не подготовить. И много времени, много сил все-таки придется посвящать супругу. Ну, а кому не приходится много сил посвящать своему супругу? Все, чаще всего женщина для этого и нужна, чтобы создавать уют, кормить там своего мужа, ухаживать за ним, за семьей. Это естественно. И то, что ему 85, ну... Ну, заботы требуется гораздо больше, наверное. Я хочу сказать, что паспортный возраст и возраст фактически у Ивана Ивановича различаются. И если посмотреть на многих мужчин 85-летних, Ивана Ивановича, вот если бы я не знала, что ему 85, я бы и не знала бы никогда. Хорошо. А детей вы планируете заводить? Пока не планируем, потому что, ну, во-первых, жилищный вопрос, он не решен. Во-вторых, я сказала, что... Жилищный вопрос не решен. Ну, это так, бытовые темы. Ну, а это очень острая такая тема, да. Просто я планирую как бы понять в этой жизни, как я буду работать. Я буду... Или если Иван Иванович меня оставит, то я должна понять, что я в силе содержать себя, ребенка. То есть вы понимаете, вы к этому готовитесь, да? Если я буду понимать, что я в состоянии буду одна его обеспечивать, поднимать, там, что у меня все как бы для этого есть, какая-то хотя бы платформа минимальная, то почему бы и нет. Но в жизни не так все просто. Вот, это правда. О вашей театральной карьере, и, конечно, многих интересует, повлияло ли на вашу карьеру, повлияли ли на нее ваши отношения с Иваном Ивановичем? Ну, скажу так, что я вот только-только закончила институт театральный. У меня был опыт в спектаклях, коротких метрах, там, дипломные режиссерские работы, но... Но это работа в ВУЗе. Работа в ВУЗе, да. То есть на подмостки театральные вы еще не выходите. Скажем так, что за счет Ивана Ивановича, как бы, я не собираюсь выезжать, и я буду сама всего достигать. То есть то, что я беру фамилию Краско, это не говорит, что я все теперь блатная, выхожу на блат, и... То есть я сама всего буду в этой жизни достигать. Наталья, спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам в студию. Актриса Наталья Шевель, невеста Ивана Краско, сегодня в студии Life78. Спасибо вам.